Российский добровольческий корпус и Легион свободы России продвинулись в Белгородской области. По данным ресурса Deep State, серая зона в этом регионе составила уже почти 10 квадратных километров. Только этой ночью в районе КПК Шебекина ополченцы своими дронами уничтожили два российских танка и бронемашины. Но Путину старается не сообщать плохих новостей, чтобы лишний раз не раздражать диктатора. Теперь ему рассказывают, что у России сплошь победы и нет поражений. Об этом информационный источник рассказал российскому изданию ВЧК ОГПУ. На доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так. В раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием западной пропаганды. Мол, сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников. Человек, сообщивший российскому диктатору плохие новости, обычно надолго выпадает из списка людей, допущенных к общению с Путиным. При дворе остаются лишь те, кто говорит ему только об успехах. Тем временем террорист и военный преступник Игорь Гиркин анонсировал захват власти в РФ наемниками ЧВК «Вагнер». Ведь совсем недавно Евгений Пригожин пообещал защитить Белгородскую область от повстанцев из РДК, если это не сделает российская армия. Ожидать приглашения чьего-то и спрашивать, можно нам или нет, мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, потому что без них бесполезно приходить. Гиркин, у которого уже несколько месяцев продолжается заочный конфликт с Пригожиным, высмеял и его наемников, и российская Минобороны. Да, прям вижу, как корпуса «Вагнера» колоннами двинулись в Белгородскую область. Игнорирую распоряжения Министерства обороны Российской Федерации. По пути захватывают склады со снарядами, ведь без них бесполезно приходить. А там можно будет и на Москву махнуть, чтобы защитить ее от налетов БПЛА. Бывший полевой командир террористов уверен, что вскоре Пригожин попытается силой свергнуть власть Путина, если ему позволит самодеятельность в Белгородской области.